Васюган яблоня колоновидная. Площадь дачного участка не безразмерная, а посадить хочется много. Развести большой сад в таких ограниченных условиях представляется маловероятным. Васюган яблоня колоновидная, которая подходит для выращивания во всех регионах, дает отличный урожай, но главное, занимает мало места. Вообще колоновидные яблони сейчас стали пользоваться повышенным спросом, однако не все они способны зимовать в неблагоприятных климатических условиях. Общее сведение. Колоновидные яблони стали выращиваться на европейском континенте с 1964 года. Именно в этот период они были завезены туда из Америки. Дерево небольшое, смотрится на участке изящно, урожая дает много. Только вот за ним надо уметь ухаживать, в противном случае оно не только не заплодоносит, но еще и потеряет декоративную форму. У такого типа яблонь ствол растет только вертикально вверх, боковые ответвления почти отсутствуют. Высота колоновидных яблони большая, с земли можно достать не только до всех веточек, но и до плодов. Ухаживать за ними удобно, не требуется дополнительных приспособлений. Сильнорослые сорта вытягиваются максимумом до 3 метров, а карликовые – всего до 2. Крона не широкая, всего до полуметра. Преимуществом данного вида является то, что яблони почти не нуждаются в формирующей обрезке. Издалека они очень напоминают форму колонн, благодаря чему получили свое название. Яблоня-васюган колоновидное описание сорта. Яблоня-колоновидная васюган была селекционирована в 1987 году. Авторами, трудившимися над созданием новинки, стали В. Кичина и Н. Г. Морозов, работавшие на то время в Московском институте садоводства. За основу взяли известные сорта брусничный КВ-5. Изначально васюган рекомендовали для культивации в средней полосе, однако со временем ее успешно стали культивировать и на Урале. Затем даже на Дальнем Востоке. Тем, кого заинтересовала яблоня колоновидная васюган, подробное описание сорта расскажет много интересного. Растение считается полукарликовым, однако высота взрослого дерева целиком и полностью зависит от привоя. Если привой был сделан на карликовый вид, то высота васюгана не превысит 2 метров, а если населено рослый, то дотянет и до 3. Ствол у деревца крепкий, а крона очень компактная. На коротких веточках расположено множество кольчаток. Ствол дерева листья у яблони насыщенного зеленого окраса, вытянутые, довольно большие, заостренными кончиками. Корневая система развита очень хорошо. Сорт проявляет повышенную стойкость к основным заболеваниям. Яблоня сорта васюган начинает цвести в начале мая. Цветы у нее очень крупные, сильным ароматом, благодаря чему привлекают внимание пчел. Для достижения максимальной урожайности поблизости надо высаживать сорта пылитель со сходными сроками цветения. Яблонька образует плоды на кольчатках. Созревают они к концу лета и у начала осени. Плодоносить молодой саженец способен уже первый год после высадки, однако эти завязи лучше оборвать, чтобы не ослаблять растения. С каждым последующим годом урожайность растет, а к четвертому году жизни с одного дерева получают до 8 килограмм спелых плодов, которые не годятся для длительного хранения. Сохранить их без потери вкусовых и товарных качеств удастся не больше одного месяца. Как свидетельствует характеристика сорта, спустя 15 лет урожайность дерева значительно снижается, в связи с чем его рекомендуется заменить новым. Внимание! Посадку саженца на замену лучше производить заблаговременно, чтобы он успел нормально заплодоносить. Красный полосатый плод имеет тонкую, но в то же время очень плотную кожицу. При этом большая часть фрукта окрашена в желто-зеленый цвет и лишь определенная часть имеет красно-розовые полосы. Форма его напоминает удлиненный конус. Одно яблоко достигает массы 140 граммов. Мякоть имеет белокремовый окрас, достаточно плотная, сочная, с сильным классическим ароматом. Вкус кисло-сладкий, вкусовые характеристики просто великолепные. Плоды имеют универсальное назначение, используются для приготовления вкуснейших компотов, варенья, сока, выпечки кондитерских изделий. Благодаря плотной кожице яблочки пригодны для запекания в духовке. Сорт васюган – разновидность колоновидной яблони, не требующая особого ухода, отличающейся хорошей морозостойкостью и высокой урожайностью. Урожай особенности агротехники. Яблоня сорта васюган предпочитает для выращивания солнечное место, защищенное от сквозняков. Лучше, если оно будет расположено на возвышенности и не будет риска подтопления. Нельзя, чтобы грунтовые воды залегали ближе, чем на 2 метра от поверхности почвы. Яблонька любит чернозем, суглинистые и суписанные грунты. Если планируется создать яблоневый сад, то промежуток между деревьями должен быть не менее 40 сантиметров. Это же расстояние отступает и до других растений, расположенных поблизости. Опытные садоводы практикуют выращивание васюгана на карликовом подвой в большой катке. Деревце при этом отлично развивается и плодоносит. Важным моментом является покупка саженца. Надо обязательно обратить внимание на корни и кору. На них не должно быть никаких темных пятен либо наростней, которые являются признаками опасных заболеваний. Внимание! Не стоит приобретать саженец с поврежденной или пересушенной корневой системой и корой. Посадка молодого саженца осуществляется в заранее подготовленную лунку. Ее глубина и ширина должна составлять от полуметра до 70 сантиметров. На дно насыпается питательная смесь, состоящая из таких компонентов – земля, мука, долонитовая компост или перепревший перегной торф. Калийное удобрение – суперфосфат. В глинистую почву требуется еще добавление крупного речного песка. Высадку молодого деревца проводят через пару недель после предварительной подготовки ямы. Сразу в нее вливают ведро воды, а неподалеку от центра вбивают колышек. Деревца располагают строго по центру. В северных регионах посадка саженца производится под уклоном в 30 градусов. Чтобы обеспечить дополнительную защиту от лютых морозов, посадку можно произвести в траншию. Место при вое следует располагать над уровнем грунта на несколько сантиметров. Корешки при посадке надо расправить равномерно по яме, чтобы они чувствовали себя там свободно. В ративном случае некоторые из них могут заломиться. После посадки грунт вокруг яблоньки притаптывают и поливают водой комнатной температуры, затем мульчируют и привязывают саженец к забитому ранее колышку. После посадки уход. Дальнейший уход включает в себя мероприятие по поливу, рыхлению почвы, регулярному удалению сорных растений, внесению подкормоки. Удобрений, санитарные обрезки, профилактики вредителей и болезней. Особенно молодое дерево нуждается в орошении в летний засушливый период. Следует ежедневно вносить под него по ведру воды. Идеально будет организовать в саду капельный полив. В случае отсутствия дождей один раз в месяц осуществляет поверхностный полив кроны. После каждого орошения необходимо аккуратно и неглубоко рыхлить почву, а также избавляться от сорных растений. На следующий после посадки яблоньки год вокруг нее можно посеять зелень. Начиная с ранней весны и до середины лета, васяган нуждается в откормках, которые производят с частотой один раз в месяц. Вносят преимущественно органику, а также селитру аммиачную. Внимание! Пару раз за вегетационный период производится подкормка яблонь не по листве мочевины. После посадки молодой яблонь не надо наблюдать за ее верхушечной почкой. Именно из нее растет будущий основной побег. В случае повреждения почки ей необходимо найти замену. Для этого из нескольких вертикально растущих побегов выбирается наиболее сильный, а остальные обрезаются. Если оставить все как есть, то форма колонны у дерева теряется, однако отзывы садоводов свидетельствуют, что урожайность в данном случае повышается. До того, как начнется процесс сокодвижения, ежегодно удаляют старые поврежденные больные веточки. Для профилактики развития заболеваний рекомендуется проводить профилактическую обработку дерева фунгицидами и инсектицидами. В условиях дождливого лета увеличивается риск поражения яблоньки в осюган паршей. При первых признаках развития заболевания проводят обработку бордовской смесью. Бордовская смесь и подготовки к зимнему периоду мульчу вокруг яблони убирают, а для защиты от холода ее укрывают рубероидом либо лапником. Такое укрытие защитит деревцы и от грызунов. Весной грунт очищают от мусора, убирают старую опавшую листву. Преимущества и недостатки сорта Колоновидная яблоня в осюган обладает значительными преимуществами, благодаря которым она с каждым годом завоевывает все большую популярность. К их числу относятся высокие товарные и вкусовые качества яблок, сильный классический аромат, универсальное применение собранного урожая, компактность и небольшая высота дерева, отличная устойчивость к воздействиям вредителей и основным заболеваниям повышенная морозостойкость и возможность переносить понижение температуры до минус 45С. Отзывы садоводов свидетельствуют о том, что сорт яблонь в осюган практически лишен недостатков. Некоторые отмечают лишь то, что корневая система дерева располагается слишком близко к поверхности, а плоды непригодны для длительного хранения. Однако, по сравнению с грандиозными преимуществами эти минусы совсем незначительные. Изначально может показаться, что выращивать яблони сорта в осюган и ухаживать за ними сложно и очень хлопотно. Однако первое впечатление бывает обманчиво. На самом деле ничего сложного в стандартной процедуре нет и справиться с ней под силу даже начинающему садоводу. Зато необычное по внешнему виду деревце не только порадует вкусными и полезными плодами, но и послужит достойным декоративным украшением участка. Колоновидные яблоньи широко используются ландшафтными дизайнерами для оформления дачных участков и загородных домов. Продолжение следует...